Всем привет! Это программа «Ваше мнение». Вы отвечаете, а мы рассказываем. И у нас уже готова подборка свежих опросов с сайта Нур24. Что ямальцы думают об актуальных проблемах и вопросах? Сейчас расскажем. Портал Суперджук провел опрос, чтобы выяснить, как много северян успевают не только работать, но и подрабатывать. Оказалось, что дополнительные деньги проще получить удаленщикам. Каждый второй, работающий из дома, имеет не один источник дохода. А вот тем, кто уходит в офис, приходится рассчитывать только на основную зарплату. Лишь 17% из них удается успеть подработать на стороне. В нашем опросе людей, живущих на одну зарплату, оказалось 60%. Еще 30% все-таки ухитряются получить какой-то доп. доход. А вот у 10% вообще все печально. Нет, не то чтобы подработки, но даже самой работы. Санкции меняют мир и уже влияют на нашу повседневную жизнь. Россияне больше не могут использовать карты Visa и MasterCard за границей. Поэтому многие задумались о переходе на китайскую платежную систему UnionPay. За картами мира с этой платежкой выстроились уже целые очереди, ведь с UnionPay можно платить и за рубежом. Заявлено, что ее принимают в 180 странах. По данным Суперджоп, каждый третий россиянин собрался приобрести такую карту. А среди северян, желающих еще больше, целых 60%. Остальные 40% пока не доверяют банковскому предложению из Китайской Народной Республики. Ажиотаж не только в офисах банков, но и в магазинах. Сахар, гречка, туалетная бумага, а точнее их отсутствие на прилавках – это верный признак социальных и экономических переживаний россиян. Пользуясь ситуацией, активизировались перекупщики, которые лихо скупили сахар в магазинах и стали продавать его втридорога. Что, конечно, вызвало еще большую панику покупателей. Сахара, а также гречки и товаров гигиены в стране достаточно, хватит всем, уверяют крупные сетевики. А с неоправданным ростом цен обещают разобраться на государственном уровне. Ямальцы панике не поддаются. В нашем опросе абсолютное большинство, 85%, ответили, что ничего впрок не закупают. Гречку, сахар и товары личной гигиены в больших количествах приобрели лишь 5% опрошенных. Это было ваше мнение. Читайте новости, проходите опросы на нашем сайте НУР24. Об итогах мы обязательно расскажем.